Полезный город 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 Вот выезжая туда, мы им рекомендуем, зайдите к себе в школу. Если вы приехали в свой район, зайдите к себе в школу. Пообщайтесь со школьниками, пообщайтесь с учителями. Это профориентация. Это возможность привлечь к нам в университет новых абитуриентов. Потому что кому как не довериться, как своему же выпускнику, как старшему товарищу. А вы не боитесь, что ДОТА-2 у вас студентов из профессии унесет? Нет, абсолютно не боимся. Потому что вопросы цифровизации и информатизации, они очень глубоко сейчас вошли в агропромышленный комплекс. И поэтому студенты должны владеть и этими компетенциями тоже. И в каком формате они получают эти компетенции, неважно. Главное, чтобы им было это интересно. Пойдем по направлениям не всем, как я понимаю, которые у нас в университете представлены. Далеко не всем. Начнем с Кирилла Секерина, председателя профсоюзного комитета студентов. Я так понимаю, это работа студотрядов? Это профсоюз, это профсоюз у нас федерации, профсорганизация, наш профсоюз агропромышленного комплекса, который занимается социальной поддержкой студентов, социальной их защитой, представлением их интересов перед преподателем, в лице-электоре и ректоре. Также дальнейшая помощь в трудоустройстве, возможно, детстве или какие-то решения социальных проблем. То есть вы сами себе создали оппозицию внутри университета, чтобы ходили и против вас что-то там высказывали. Я очень лояльно отношусь к оппозиции, наоборот, считаю, что нельзя всех под одну копирку выстраивать. В нашем университете мы стараемся создать такую дружную команду людей, которые понимают друг друга, слышат и прислушиваются к друг другу. То же самое со студентами. Прилагаю все усилия, чтобы студенты и преподаватели слышали друг друга. Поэтому у нас есть и профсоюз сотрудников, которые тоже высказывают свое мнение, и часто это мнение не совпадает с мнением руководства. И мы стараемся найти компромиссы в этих условиях. То же самое в рамках студенческой среды, такой же создан профсоюз. Стараемся найти тот путь, который бы был важен прежде всего университету. Потому что, когда мы общаемся с ребятами, я всегда и с преподавателями всегда говорю о том, что давайте подумаем не о себе. Любой шаг, который мы с вами делаем, любая деятельность, которая ведется в университете, она прежде всего должна принести вклад в будущее нашего вуза. А вот свои личные хотелки, я так всегда называю, свои личные хотелки, давайте удовлетворять другими способами, личными способами. Кирилл, раз у нас такой тут откровенный разговор, расскажите, какие самые проблемные или болевые сейчас есть моменты направления у вас в работе? Приходят иногда ребята по поводу коронавирусной инфекции, конечно же, иногда спрашивают по поводу выплаты за ПЦР, т.е. прочие вещи. Просто какие-то жалобы от ребят, которые... Как делаем ПЦР-ку, как бы нам бы возместить бы это все, как бы, ну, давайте, наверное, будем честными, у вас есть выбор либо вакцинации, либо ПЦР, либо переболеть, что не особо хорошо, да. Вирус нового инфекция, нового ситуация, нового непонятно, поэтому никто не знает, что в принципе делать, я как бы простую, в этом плане принимаю довольную сторону всегда работника. Поэтому как-то пытаемся тоже выходить на более тесный контекст руководства на этом плане и обсуждать как-то и какие-то пути решения этой проблемы. А из такого критичного у нас, слава богу, слава богу, вуз хорошо развивается, постепенно очень много что делается, интересного и нового, и студенты снова приходят не жаловаться, а просить, о чем можно еще сделать. Это приятно, это здорово, интересно, и работа такой должностью, ну, крайне интересна. А что последнее, или самое яркое, предлагали и реализовали? Ну, или просто предлагали? Лагерь актива для студентов, первокурсников, организованный активистами процессовного комитета и активистами вуза, предложили два довольно классных проекта. Читали на уголок, клуб читателей, хотят себе организовать маленький такой каворкинг-зону, которая можно будет сидеть, обменяться книгами, как-то там завернуть книги аккуратно, красиво, выйти на библиотеки и тогда за ним что-то начать. И сейчас готовится проект «Велоэкоточка Агротех», направленный на переработку пластика путем велошрадера. Довольно интересная, веселая вещь, очень хотим, чтобы она реализовалась, но пока вот еще бранную поддержку, а то все, что мне сюда не допредлагают. Елена Сергеевна, как часто вам приходится какие-то идеи поддерживать и воплощать в жизни, или наоборот отвергать? Вы знаете, вот по поводу отвергать никогда не отвергаю. Редактируйте. Редактировать, да, могу, то есть посоветовать что-то, как лучше наоборот реализовать этот проект, да, с пользой. И для студента, еще раз говорю, и для ВОЗа прежде всего. С точки зрения поддержать, понятно, первое, с чем приходят студенты, поддержите финансовую. Оказать каждому помощь, да, финансовую, ведь запросы у всех разные, тоже университет не может. Оказать единицам, почему именно этим? Поэтому мы тоже здесь ищем компромиссы. Первое, что говорят, а давайте сработаем сначала вместе. А сложно студенту, директора вообще дойти со своей идеей? Спросите у них. Я думаю, нет. Ой, тут все улыбаются, расскажите. Ректорат открыт всегда, поэтому, если какие-то вопросы есть, у нас есть центр молодежной политики, когда вы перестанете, в принципе, и идут со своей идеей. Есть профсоюз студентов, есть проектор в послательной работе, и разные проектора, и другие. Есть центр поддержки студенческих инициатив, который занимается, как раз таки этим. А к ректору как записаться? А, значит, записывайте номер 8, 922. Ну, сколько я знаю, в среду, по-моему, вы везде готовы принимать студентов. Ну, и не только студентов. Есть определенные часы, о которых все знают, когда двери ректора открыты, и можно записаться и прийти любому, по любой проблеме. Личной, общественной, университетской. Кроме этого, два года назад были установлены почтовые ящики в университете. Письмо ректору. Кроме этого, есть электронная почта, непосредственно моя, которая представлена у нас на сайте, куда можно направить электронное письмо. И таких писем приходит очень много, кстати говоря. Что ж, перейдем к нашему еще одному гостю, директору Центра непрерывного образования Никиты Рячееву. Что подразумевается под непрерывным образованием, чем занимаетесь вы? Сама концепция непрерывного образования, она предполагает обучение через всю жизнь. Мы в рамках нашего подразделения организуем работу по сопровождению такой индивидуальной образовательной траектории детей, начиная от полутора лет, которые занимаются у нас логопеда, дефектолога, затем продолжают обучение на курсах подготовки в школе, сопровождение начальной школы первого класса, ну и продолжая уже таким разветвлением по естественно-научному направлению нашей кружки и секции, спортивному направлению, техническому направлению, среди которых робототехника, программирование и много-много чего. То есть суммарно более 25 направлений уже открыты сейчас. Подождите, полтора года. У нас университет здесь в гостях. Мне кажется, сейчас у всех разрыв шаблона. Ну, мне кажется, важно понимать, что сейчас все университеты стараются вложить в свою деятельность не только, скажем так, в реализацию основных образовательных программ, но и третью миссию. То есть университет как центр социума. Мы можем поделиться с нашим городом, с нашим регионом, даже со всей страной, нашими уникальными музейно-выставочными комплексами, нашими уникальными разработанными программами. Так, в частности, у нас есть программа, ну, для примера конкретного, называется Ветлаб, единственная в России, которая подразумевает сопровождение старшеклассников с 9 по 11 класс на курсах дополнительного образования с нашими преподавателями штатами из факультета ветеринарной медицины. И в ходе этого обучения они не просто получают базовые, скажем, профпробы, академические тест-драйвы, или какие-то элементы профориентации, но полноценно погружаются в академическую среду и полгода обучаются на правах со студентами, с теми же преподавателями, по тем же дисциплинам. Более того, мы еще вводим в музей истории ветеринарии, наши музейные комплексы, разумеется, в ветеринарной клинике нашего города. Ребята уже принимают для себя решение, мое это место или не мое. У вас в речи, Никита, я уловила столько новых слов по части профориентации, академические тест-драйв. В нашем понимании, в нашем ВУЗе академический тест-драйв не предполагает, как в некоторых других, допустим, поселение будущих студентов, абитуриентов в общежитии. Есть и такая практика. В нашем понимании, это что-то должно быть максимально приближено к реальным условиям, которые существуют студенты. Они знакомятся полностью с средой университета, с его структурой внутри. Понимают, что университет – это большой город, внутри которого, оказывается, есть буфеты прямо в университете, есть банкоматы, есть небольшие магазинчики, где можно приобрести канцелярские принадлежности. Инфраструктура социальная, спортивная, возможность походить и заниматься волейболом, на нашу секцию по боксу, хор, вокал, занятия по йоге. Дополняется это уже, собственно, обучением по дополнительной образовательной программе, в частности, программа ВИТЛАП. Есть подобные ситуации и при других факультетах, в частности, при экономическом факультете. У нас есть курс, который называется «Бизнес-курс максимум». Студенты тоже, абитуриенты, прошу прощения, наравне со студентами, участвуют в олимпиадном движении, выезжают в Москву, вот не так давно выезжали в финансовый университет при правительстве РФ, там показывают высокие результаты, ежегодно приводят тут первые, вторые призовые места, в том числе и денежные призы, даже наши студенты. Я шокирована до сих пор, конечно, полутора годами. Наверное, еще ни один из тех, кого вы взяли недорос до возраста студента пока что, да? Нет, почему? К нам приходят, не только с полутора сразу, но приходят сразу к 17 лет. Я хочу поступить на факультет ветеринарной медицины. Говорим, отлично, курсы, которые тебе подойдут, будут интересны. Ветлаб, чтобы понять, это мое или не мое, потому что набор у нас большой. Мы там вас будем пугать, да? Ну, условно, да, опять же, важно понимать, что у нас нет задачи нагнать бы всех, что лишь бы кто поступил. Есть задача, чтобы поступили лучшие ребята, нет задачи, допустим, чтобы хороший дизайнер стал ветеринаром, или чтобы будущий инженер закончил вдруг на зоотехнике, понял, а это не мое. Я не буду гордо нести звание выпускника, вот свои альбоматоры. Важно понять, что вот эти 100 человек, которых набираем на бюджетные места ветфака, условно, чтобы эти 100 человек и закончили обучение. Ребята, которые заканчивали курсы Ветлаба, они успешно поступают на этот курс, видят тех же преподавателей и с большой теплотой отзываются об этих курсах. Ну и, разумеется, рекомендую, кроме таких курсов, профильных курсов, подготовки к ЕГЭ, ребята ходят на занятия, условно, трижды в неделю, математика, биология, русский язык, сдают ЕГЭ, успешно поступают к нам. Сейчас уже более полутысячи человек у нас занимается. Ну, этому способствует, разумеется, слаженная работа подразделения, но и, разумеется, большая развитая инфраструктура вуза. На общих основаниях там могут заниматься и школьники. В том числе это еще от программы по ФДО, проекта образования. Могут родители, используя сертификат на персонифицированное финансирование для образования своего ребенка, могут использовать его в качестве оплаты, частично или полностью оплачивая кружки и секции у нас в университете. Про непрерывность образования после вуза можем же мы тоже говорить, да, с вами, Никита? Ты что? Возможно, частично. У нас практика следующая. Мы разделились отдельно на центры карьеры, которые сопровождают уже в рамках трудоустройства, стажировочных площадок, производственной практики наших старших курсников и выпускников. Для этого у нас создана специальная цифровая образовательная карьерная среда «Факультетус». В рамках нее проводим цифровые ярмарки и вакансии. Взаимодействие работодателей с нашими уже студентами выпускных курсов или даже выпускников организовано в формате чата, либо чат-ботов, а также в Телерам-канале. Ну, а для студентов сами мы как Центр Агрополис, Центр непрерывного образования предлагаем вот как раз все эти большой объем курсов в рамках территории возможностей. Это и хор, вокал, йога и прочее. То есть здесь занимаются и ребята, школьники, и студенты. Елена Сергеевна, расскажите, потенциальные работодатели – это кировские или вы готовы поставлять кадры в другие регионы? Конечно, мы готовы поставлять кадры в другие регионы, но последний год мы ведем политику все-таки закрепления кадров прежде всего у нас в регионе. Приоритет мы все-таки отдаем нашим региональным руководителям предприятий агропромышленного комплекса. Они первые, кому мы даем возможность выбора встреч со студентами, выбора дальнейшего карьерного пути для студента. Мы больше упор делаем на сельские территории. И за последние годы я для себя отмечаю, что село очень сильно изменилось. Современные сельскохозяйственные предприятия активно насыщаются техникой. И студенты, которые приходят сейчас уже на производство, они должны обладать и владеть компетенциями самыми современными. Поэтому в рамках обучения мы вводим программы дополнительного образования, соответствующие современному производству. Эти программы реализуем совместно с предприятиями. Сейчас в нашей копилке уже больше двухсот с лишним предприятий сельскохозяйственных нашего региона, с которыми заключены соглашения о трудоустройстве, о профессиональной подготовке студентов, которые готовы участвовать в стипендиальных программах дополнительных для студентов, участвовать в программах поддержки студентов в рамках трудоустройства. И иногда так получается, как в этом году, когда мы стали распределять студентов на практику, мы все равно учитываем выбор самого студента, организовываем встречи с руководителями предприятий. И по результатам этих встреч мы для себя отметили, что уже на предприятиях из других регионов студенты-то сильно не хотят идти. Здесь у нас стали достойные зарплаты, стипендии от предприятия. Они видят эту поддержку, не видят возможности свои. Поэтому прежде всего регион, прежде чем куда-то уехать, вы посмотрите реальность. Про Доярку за 50 тысяч с зарплатой, да, нам рассказывали руководители кировских предприятий. В том же году был реализован проект «Ставка», который как раз показал ребятам, что у нас есть в области оказывается много предприятий передовых, где можно очень даже хорошо поработать за неплохую. За неплохой, да. Ну, Кирилл вот тоже работал ведь в этом году как раз на предприятии, да, и заплату. Ну, я был недалеко от города. Я посчастливился, нужно было остаться просто в городе после практики. Потом провел практику в Дорончево-свинокомплексе. Очень хорошо. Если вот свинокомплекс, это прямо для врача, рай, мечта и так далее. Очень сложный производственный процесс в плане объема работ, а в плане разнообразия не особо большой. Зарплаты не особо космические, но для студента очень даже хорошо. Ребята работали где-то у нас и в Зуевке, и у Шулаева, не знаю, помню. Красное знание, да. Да, и очень хорошо получили. В Унях открывается новый комплекс с передовой. В немской мегаферме. Да, как говорил наш любимый Алексей Алексеевич Котлячков, что в России, они, говорит, посчитали, что в Кировской области 66 предыдущих предприятий оказываются. Ну, по показателям прироста экономического, в УДО и так далее. А мы с нами буквально 3-4. Времени остается немного. У нас есть еще Владислав Сабреков, руководитель военно-патриотического центра. Слушатели наши не видят, но нужно сказать, что Владислав в форме. Расскажите, что это за форма такая. Это парадная форма Казаков-Кировско-Горского казачьего общества. Я просто являюсь членом этой организации. Не обязательно представлять всех членов, как они называются у вас, ребята, которые стоят в центре. Это военно-патриотический центр, витязь, да, и курсанты, которые ведут военно-патриотическую подготовку наших студентов. Они по-другому деваются. Ну да, у нас центр военно-патриотического воспитания был создан сотрудниками Вятского государственного агротехнологического университета и казаками Кировского казачьего общества. Поэтому некоторые ребята-курсанты являются членами общества казачьего. То есть не на пустом месте у вас появилась вот такая военная структура. Она появилась на пустом месте. Но она появилась благодаря как раз совместной работе университета с нашим казачьим городским обществом. И я очень благодарна казакам, которые пришли. Они первые пришли к нам с инициативой организовать работу со студентами. Это где-то год назад было, насколько я понимаю. Это было даже, мне кажется, года полтора назад где-то. Полтора года назад мы стали обсуждать возможности создания, но не казачьего отряда, а потому что узкоспециализированный казачий отряд на базе университета еще все-таки создавать рано. Потому что культура казачества, она особенная, и она не всегда ребятами понимаема и поддерживаема. А вот военно-патриотическое направление приемлемо, и не просто приемлемо, а обязательно является частью подготовки каждого студента в университете. Дальше уже подключились наши общественные организации, боевое братство. Подключилось ОВД, управление внутренних дел, которое тоже активную позицию занимает. У нас очень часто с ними проводятся совместные мероприятия. Подключились МЧС, мы создали свой отряд пожарной охраны при управлении МЧС Кировской области. Подключилась наша организация «Патриот» и «Авангард», то есть это юнармия, и мы тоже сейчас прорабатываем возможности организации совместной работы. С УФСИН мы работаем по кинологии и организовываем совместные мероприятия. Мне кажется, нет ни одной силовой структуры в регионе, которая бы не побывала сейчас в нашем университете, которая бы не пообщалась со студентами, и с которым мы не провели бы совместные мероприятия военно-патриотического характера. В целом, вообще, скажем так, мероприятие направлено на формирование гражданской позиции, на формирование общественной позиции, законной позиции. Ребята из отряда «Витязь» проводят даже дежурство совместное с Управлением внутренних дел. Да, расскажите. Мы являемся народными дружинниками отряда «Спас», и мы патрулируем набережную Греина по четвергам, пятницам и субботам с 6 часов вечера до 10 часов вечера, но и по субботам и воскресеньям театральная площадь с 10 до 14. Именно в это время можете увидеть зелененьких людей, вежливых, в форме, с красными повязками. Это то, что принято ДНД называть? Да, это ДНД, добровольный народный дружинник. Но есть два вида народного дружинника. Это вот как раз народный дружинник при администрации города, и есть народный дружинник казачьей дружины «Спас». Вот мы как раз относимся к казачьей дружине «Спас». Мы проходим правовую подготовку и боевую подготовку. Это рукопашный бой, физическая подготовка. То есть мы должны быть готовы к любому дружиннику. А насколько это сейчас ребятам интересно? Вы можете в цифрах, например, рассказать, сколько у вас. У меня подразделение 60 человек. Как минимум 300 человек имеют корочки народного дружинника. Они все прошли курс и регулярно выходят на охрану общественного порядка. Кроме того, мы принимаем участие в охране общественного порядка на мероприятиях. Это может быть как мероприятие в университете, так и мероприятие, допустим, РПЦ. Вот тот же самый Великорецкий крестный ход. Мы вместе с паломниками шли до самого Великорецкого. Охраняли общественный порядок в селе Великорецком на Жаре. Было тяжело, но мы справились. Насколько я знаю, вы участвовали еще в ликвидации чрезвычайной ситуации в Зуевке, которая у нас вот тут была. Если что-то можно, расскажите про это. Было тяжело. Было тяжело, но мы справились. К нам пришли в наш центр, объяснили ситуацию. И добровольцы, только добровольцы, поехали в Зуевку. Важно было наличие образования или просто у нас уже знают, как вот такой силовой отряд, да? Либо тут вот специфика тоже сыграла роль. Подготовка в рамках нашего центра сыграла роль. То есть мы более подготовлены, чем обычный рядовый студент. Ну и не только, я думаю, еще специфика профессиональная сыграла роль, потому что вы знаете сельское хозяйство, вы знаете, правильно, птицеводство. Вот поэтому, конечно, обращение нашего Министерства сельского хозяйства, управления ветеринарией, в наш университет, оно было не случайным. Потому что ребята знают, как себя вести в этих ситуациях. Елена Сергеевна, вы заявляли не так давно о намерении создать военную кафедру. Но они сейчас называться по-другому будут, да, в России. Получается, что вот этот военно-патриотический центр вам в помощь уже будет? Я бы даже сказала, что это вот как раз та основа, да, которая и послужила толчком вообще к идее создания военно-учебного центра, да. И сейчас таким является хорошим флагманом в рамках утверждения этого проекта на базе Министерства обороны Российской Федерации. Потому что решение принимает Министерство обороны. И буквально вот на прошлой неделе у нас была комиссия в регионе. Они определялись с возможностью реализации проекта создания военно-учебного центра, смотрели базу, вот, познакомились с работой ребят, посидели нашу конеферму, там, где мы показали, как ребята осваивают технологию, да, владения конными навыками, как... Кавалерийская подготовка. Кавалерийская подготовка. Расскажите, что ещё есть вот тогда по этой подготовке? Кавалерийская подготовка, ну, работа с лошадками, уход за ними, ну, верховая езда. Дальше фланкировка шашкой, даже двумя. Рукопашный бой, правовая подготовка. Собственно, в конце правовой и физической подготовки мы получаем корочки инородных дружинников. То есть мы проходим потом, ну, сдаём экзамен. Казачьи традиции. Небольшой казачий элемент всё-таки присутствует в центре. Воспитание молодёжи. Мы выезжаем в школы и проводим для детей военно-патриотические игры, например, в Зорнице. Большинство ребят, курсантов, это религиозные люди, поэтому мы посещаем мероприятия, связанные с православными традициями. Я хочу добавить, что мы очень тесно сейчас сотрудничаем с нашей епархией. Я очень благодарна Владыке Марку, который организовал нам эту работу и благословил нас на совместные мероприятия. Поэтому мы регулярно проводим мероприятия. И сейчас даже открываем свою приуниверситетскую церковь небольшую. Да, это у нас совместная проекция епархии. Мы уже сделали ремонт, закупили основное оборудование. Мы очень надеемся, что в конце этого года, либо в начале 2022 года мы совместно откроем вот эту церковь. Я уверена, что ещё у вас много поводов, из-за которых у меня будут расширяться глаза. Все видят просто, насколько я удивляюсь вещам, которые происходят в ВУЗе, о которых пока ещё мы не знаем. Но я думаю, вы очень скоро снова придёте и нам расскажете. Спасибо. У нас в гостях были руководители военно-патриотического центра Владислав Сабреков, директор Центра непрерывного образования Никита Рачеев, председатель профсоюзного комитета студентов Вятского ГОТУ Кирилл Секерин и ректор Елена Симбирских. Спасибо вам всем. Полезный город